Всем привет! Мы продолжаем тему Android TV в разрезе телевизора Philips. Сегодняшний материал раскрывает тему мультимедийных возможностей подобных телевизоров. Основа современного умного телевизора – широкие мультимедийные возможности, которые базируются на онлайновых сервисах, таких как YouTube, Netflix, Google Play Movies, MeGoGo, All TV и т.д. Все базовые приложения уже установлены с коробки, но вы вольны скачать из маркета Google Play любой из интересующих вас сервисов. Netflix уделено особое внимание. Даже на пульте вынесена отдельная кнопка для запуска одноименного приложения. И это сделано не просто так, ведь Netflix обладает огромной библиотекой высококачественного контента в высоком разрешении, вплоть до 4К с поддержкой HDR. Что может отпугнуть наших зрителей, так это то, что за высокое качество придется платить, хотя первый месяц бесплатный, но и то, что подавляющее большинство фильмов и сериалов не доступны на украинском и русских языках. Хотя, уже можно встретить фильмы с украинскими и русскими субтитрами. Но для многих это не проблема, а лишь плюс. Всегда доступна оригинальная дорожка, передающая реальную атмосферу и эмоции актеров. Да и субтитры можно всегда включить. YouTube безусловно занимает лидирующие позиции по части просмотра контента с ТВ, но его тяжело сравнить по качеству видео с Netflix. Алгоритм сжатия для большой дегонали, а у нас на тесте телевизор Philips с экраном в 49 дюймов, прямо скажем, не идеален. Но это придирки. Если не следить за мелочами, то в целом тот контент, который снят на хорошее оборудование, смотрится достойно. Помимо тех приложений, которые доступны в маркете, можно устанавливать сторонние, которые иногда предлагают достойную библиотеку фильмов в хорошем качестве. Для любителей IPTV есть большое количество приложений, с помощью которых можно просматривать IP-телевидение. Мы пользовались бесплатным Lazy IPTV, которое позволяет просматривать как телевидение от вашего провайдера, так и бесплатные плейлисты из интернета. Некоторые телевизионные андроид-приложения позволяют интегрировать IPTV-каналы в общую сетку, где находятся классические каналы эфирного или кабельного ТВ. В 2017 году никак не обойтись без встроенного мультимедийного плеера, который поддерживает большинство современных кодеков, вплоть до HVC с поддержкой 4К. Для просмотра контента можно использовать внешне жесткие диски, USB-накопители, NAS, а также из домашней сети по DLNA. Но, как вы уже могли догадаться, функциональность встроенного плеера можно расширить лишь парой кликов, установив другой из маркета. Наш выбор пал на коде – настоящий мультимедийный комбайн, который читает практически все, что можно. Здесь вам и поддержка 4К, широкие возможности по настройке плейлистов, поддержка как воспроизведения с сети, так и с накопителей и так далее. Сам интерфейс плеера приятен и очень прост, разобраться не составит труда. Но большую часть времени вы, могу предположить, будете пускать видео прямо со своего смартфона или планшета, благодаря поддержке Google Cast. Это очень легко и просто. Зашли, например, в YouTube на смартфоне, включили интересующее вас видео, нажали на одну иконку и все. Изображение у вас уже на экране. Вот и закончился наш цикл из четырех видео о Philips Android TV. Как видите, подобные решения дают гораздо больше возможностей по всем спектрам, в отличие от проприетарных систем для телевизоров. Здесь вы вольны пользоваться предустановленным софтом, скачивать из маркета любые интересующие вас приложения или игры, смотреть фильмы и сериалы в 4К, а в нашем случае еще и наблюдать сочную картинку телевизора Philips с поддержкой Ambilight. Субтитры сделал DimaTorzok